1373 площадки по всей России и еще 46 за рубежом. Первый в истории диктант Победы – большой проект российского исторического общества совместно с партией «Единая Россия», российским военно-историческим обществом и движением «Волонтеры Победы». Нет, это тест для тебя. Ты должен сам это все знать. Ты не должен к этому готовиться. За несколько дней до 9 мая любой желающий смог проверить свои знания о Великой Отечественной и узнать что-то новое о подвигах предков. Главная цель акции – привлечь дополнительный интерес общества, в первую очередь молодого поколения, рассказать о подвигах и массовом героизме в годы войны. Ваш подвиг бессмертен и он является для нас одним из самых главных нравственных ориентиров. Четыре года Великой Отечественной войны вместили в себя сотни событий, беспрецедентных по своему масштабу и значению не только для нашей страны, но и для всего мира. Яркие образцы воинской доблести и самопожертвования проявили рядовые офицеры Красной Армии. Всего в тесте 20 вопросов. О героях, сражениях, военных фильмах и исторических фактах на ответы дается лишь 45 минут. Участниками первого диктанта победы стали более сотни тысяч человек. Проверить свои знания любой желающий мог и онлайн на официальном сайте акции. Каждый, кто сегодня напишет этот диктант, я думаю, откроет для себя что-то новое в истории Великой Отечественной войны. Возможно, после этого посмотрит фильм, о котором сегодня идет речь в этом диктанте. Возможно, зайдет на образовательный портал и посмотрит, а откуда же вот эти плакаты Великой Отечественной войны, а что хотел сказать автор тем или другим плакатам. Я уверена, что интерес к Великой Отечественной войне, уважение к событиям этого периода останутся всегда. Но очень важно, чтобы мы такими мероприятиями, как диктант победы, сохраняли уважение и цельность нашей истории. В Москве акция прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Старт диктанту в столице дал генерал-полковник в отставке Борис Уткин, сражавшийся в годы войны под Сталинградом и на Курской дуге. Борис Уткин – участник парадов на Красной площади 1941 и 1945 годов. Пройти тест пришли как люди, заставшие войну, так и совсем молодые. Считай, для меня никакой сложности не было. Я справился со всем заданием и, считай, правильно написал. А там оцениваем. С плакатами последний запомнился. Что за вопрос? Там надо было расположить плакаты в фронологическом порядке. Акцию планируют сделать ежегодной и организаторы рассчитывают, что уже в будущем году участников будет еще больше. Акция, проводимая в этом году, является первой. Для нас крайне важно посмотреть на практики и оценить в том числе позитивные, негативные моменты для того, чтобы в полной мере подготовиться к проведению ее широкомасштабной уже к 75-летию Победы. И в следующем году мы рассчитываем, что к акции присоединится гораздо большее число территорий, муниципальных образований, гораздо большее число стран. Итоги диктанта станут известны 12 июня, в День России. Лучшие из лучших получат приглашение на юбилейный 75-й Парад Победы на Красной площади, который пройдет в следующем году. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин